Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США начали активно угрожать Казахстану санкциями. Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила по итогам прошедшего в Астане круглого стола с участием казахских чиновников, что Казахстан с каждым днем рискует все больше и больше попасть под вторичные американские санкции. Американские чиновники недовольны укреплением экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией и вкладом казахских властей в работу по изоляции Кремля. Казахское правительство, по оценкам представителей американского Минфина, предпринимает недостаточно усилий в борьбе с уклонением казахских предприятий от соблюдения экономических санкций, введенных против российских компаний. Американские чиновники, в частности, недовольны тем, что многие казахские предприятия оказались вовлеченными в легализованный правительством России параллельный импорт. Стоит отметить, что еще в начале года американские власти были настроены куда как более благосклонно казахским властям. Перебывший в феврале его в стану госсекретарь США Энтони Блинкенс заявлял о необходимости создания в странах Средней Азии нового Союза, в которые войдут Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По задумкам чиновников американской администрации государства Средней Азии, в обмен на получение американских инвестиций в будущем будут реализовывать в регионе проамериканский курс. Однако указанный курс мало что дает бывшим союзным республикам, экономика которых прочно связана с российской и китайской. Америка да и Европа находятся от Средней Азии слишком далеко, а Россия и Китай рядом. Логично, что инициатива американской администрации по вовлечению стран Средней Азии в орбиту своих интересов поддержку у руководства этих стран не нашло. Поняв, что метод пряника не сработал, американские власти в привычном для себя стиле переключились на метод кнута. Новая американская делегация, прибывшая в столицу Казахстана, сразу же начала публично угрожать введением жестких экономических санкций против казахских предприятий за сотрудничество с российскими партнерами. Для того, чтобы дальнейшему укреплению этого сотрудничества помешать, американские чиновники предложили создать под началом сотрудников финансовой разведки США постоянное представительство Управления США по контролю за иностранными активами. По словам представителей Минфина США, новая структура усилит контроль за соблюдением Казахстаном антироссийских санкций.